Метаморфоза времени. То, что казалось неоспоримым и еще полвека назад мировым сообществом трактовалось однозначно. Например, безоговорочная победа советских войск с союзниками во Второй мировой войне и капитуляция нацистского блока гитлеровской коалиции сейчас в информационном пространстве разных стран преподносится в достаточно вольной интерпретации. И ученым необходимо находить и предъявлять общественности дополнительные доказательства и исторические факты. Ну, наверное, это естественный процесс, особенно, еще раз подчеркиваю, с учетом политической конъюнктуры. Но это означает, что наши исследования на этом направлении должны тоже быть достаточно интенсивными, новаторскими, с использованием новых материалов, архивных материалов, которые появляются, но и новых мыслей и подходов. Современная система международной безопасности, основанная на итогах Второй мировой войны, переживает непростые времена, считает Сергей Нарышкин. По его мнению, историческая хроника событий последних месяцев войны и первых послевоенных лет дает полное представление об истоках нынешних проблем и международных конфликтов. Вспомним американское вторжение в Корею всего через пять лет после общей победы над фашизмом и японским милитаризмом. И в итоге корейский полуостров до сих пор остается одной из точек постоянной напряженности. Спустя десятилетия ставка на силу и пренебрежение суверенитетом других стран, слепая уверенность американской политической и военной элиты собственной непогрешимости и безнаказанности довели до бомбардировок Белграда, до вторжения в Ирак, уничтожения Ливии и, наконец, до гражданской войны и в Сирии, и на Украине. Война несет не только гибель людей и городов, она разрушает историю человечества. Гибель Древней Пальмира и разрушение всего археологического наследия в Сирии – это мощнейший удар по исторической науке. Труд ученых и исторические источники, которые собирались в результате многолетних экспедиций археологов разных стран, загублен. Российское историческое общество выступило с призывом коллекционерам-антикварам не приобретать коллекции, незаконно добытые в Ираке и Сирии. Текст обращения опубликован на сайте Российского исторического общества. Масштабы и суть того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, превосходят все аналоги прошлого, потому что объектами разрушения являются знаковые памятники, которые символизируют самое высокое достижение древних культур, так сказать, шаги становления цивилизации, памятники, которые символизируют синтез культур Востока и Запада. Многолетнюю работу по расширению доступа к документам о войне ведут российские историки-архивисты. Подлинные исторические документы, подлинные источники подтверждают наш взгляд на войну и победу. Именно поэтому рассекречены и оцифрованы архивы войны. Еще живы, пусть и немногочисленные свидетели, которые по памяти могут восстановить хронологию военных действий Второй мировой войны. И эта работа приносит порой самые неожиданные результаты. Кто мог предположить, что спустя 70 лет после окончания Второй мировой, российские и немецкие историки и ученые будут совместно открывать для себя документы, архивные материалы и находить ответы на главные вопросы истории. Вместе с немецкими партнерами мы завершаем подготовку российско-германской выставки «Россия-Германия. От конфронтации к сотрудничеству». И мне хотелось бы отметить, что готовя выставку, россияне и немцы в современных, нынешних, так сказать, политических реалиях, постараясь найти компромиссы и выработать общий подход к непростому совместному прошлому. Павел Панкин возглавляет столичное отделение Ассоциации учителей истории и общества знания. Говорит, что сейчас есть некая растерянность российского общества перед открывшейся историей. Раньше учили по-другому, сейчас предмест стал преподаваться шире, а понять его пытаются по-старому. В свою очередь преподаватели истории одним из главных итогов работы российского исторического общества считают разработанные новые учебники, по которым уже ведутся занятия в школах нашей страны. Знаете, как говорят учителя, не повезло с учителем, хоть с учебником повезет. Это нормально. Дети продвинутые, дети могут прочитать, но реально роль учителя при хороших учебниках, она на самом деле не снижается, она увеличивается. И если учебник хороший попадет в руки умного педагога, эффект от хорошего учебника будет больше. Но прежде чем говорить о качестве преподавания одной из главных дисциплин, школьной и вузовской программ, необходимо учитывать и количество часов преподавания. Негативная тенденция сокращения бюджетных мест на исторических факультетах сохраняется, и за последние четыре года их количество уменьшилось почти наполовину. Я хочу процитировать, как говорил Александр Алексеевич Пушкин, «Россия таким образом может быть слишком малоизвестна русским». Это он писал в письме Николаю Первому. И говорил, что для всестороннего изучения необходимы особенные кафедры. Пушкин говорил, что нужны кафедры исторические в вузах, а мы их, к сожалению, сокращаем. А в некоторых вузах таких кафедр и просто нет. Большая задача, Сергей Алексеевич, мы должны за нее и ректорское сообщество взяться. Правда, говорят, что преподавание истории – это невыгодно, коммерчески невыгодно. Но, коллеги, наше будущее. Участники заседания уверены, что основы исторической идентичности каждому гражданину можно заложить еще в школе. Историческая память передается через учителя, новые учебники, через свидетелей событий. И тогда и Первая мировая война, и Великое Отечественное, и оцифрованные архивы уже столетней давности, и письма с фронта, как будто сошедшие со страниц учебников, уже не покажутся нашим современникам такими далекими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!